тоже рассказывает, существует движение ридемейстера. При этом доказано, что если между двумя зацеплениями или узлами существует изотопия, тогда между ними существует последовательность движения ридемейстера, который переводит одну диаграмму в другую. И наоборот, если существует последовательность движений, тогда существует и изотопия между ними. А раз у нас есть уже такие объекты и какие-то движения, можно все это более формализовать и перейти к каким-то более алгебраическим объектам. Как, например, есть множество путей. Вот нам уже рассказали про f-полиному, про индексные полиномы. Одним из возможных путей также являются квандуы. Квандуы — это такие алгебраические системы, которые строятся по узлу или зацеплению. Вот справа на рисунке можно видеть, как по узлу, он называется трелестником, строится его квандул. И идея в чем? В том, чтобы взять аксиомы этой алгебраической системы, такие, чтобы они и кодировали эти движения эридемейстера. И тогда у нас автоматически получится какой-то инвариант, так как он будет, не будет он, вернее, изменяться при движениях эридемейстера. Однако сравнивать, на самом деле, сами квандулы на изоморфность тоже не сильно простая задача, поэтому уже вызывает интерес изучение их свойств как алгебрических объектов. Дадим более строгое определение, какие именно это аксиомы. Вот они все три выписаны. И привести примеры, на самом деле, несложно. Таких алгебрических систем, хотя может показаться, что аксиомы довольно странные. Если взять вообще любую группу, и вместо операции умножения, которая была в этой группе, рассмотреть операцию звездочка, которую задать одним и следующим образом, то есть у-1ху, это будет квандул сопряжения группы G, как его называют, либо операцию Y, х-1у, такой квандул называют основным квандулом группы G. Это, конечно же, не единственные примеры, их можно множество других привести. Это такие основные. Далее, по аналогии, изучая алгебраические свойства этих объектов, можно рассмотреть квандуловое кольцо по аналогии с групповым кольцом. То есть множество всех линейных комбинаций объектов из квандала с коэффициентами из этого кольца. Ну и это обозначается R от Q, и кольцом оно будет являться относительно операции сложения, очевидным образом, которая определяется, и умножения, которые тоже, как мы обычно умножаем, линейные комбинации. Сумма всех возможных парасочетаний произведений. В таких кольцах бывают элементы, которые равны самим себе в квадрате, то есть U равно U в квадрате. Такие элементы называются и дебатентами. И на самом деле такое множество будет не пусто, как только в кольце R у нас появится единица. То есть элемент единицы на X свидетельствует, что равен самому себе в квадрате. Почему? Ну, потому что X с квандала, и по первой аксиоме X умножить на X равно X. Вот. Ну, а раз такие единицы присутствуют почти в любом квандаловом кольце, когда R содержит единицу, то интересно описать уже множество нетривиальных единицей, которые не совпадают с элементами из кванда. Зачем нам это нужно? Потому что это может помочь с описанием группы автоморфизмов этого квандалового кольца. И что же можно про это дело сказать? Условимся обозначать упорядочиваемой группу, если на ней задан какой-то линейный порядок, который выдерживает умножение слева и умножение справа. И как только у нас есть группа с таким порядком, мы можем утверждать полученные результаты, наверное, что если группа упорядочиваемая, тогда квандаловое кольцо R над основным квандалом этой группы будет иметь только тривиальные дебатенты и не иметь делителей нуля. Если в кольце R у нас содержалась единица, тогда там будут присутствовать тривиальные, если его не было, их даже таких не будет. Вот. Казалось бы, интересные результаты, но это все работает только для упорядочиваемой группы G. Хотя упорядочить мы можем далеко не все группы, не на всех можно завести такой хороший порядок, который умножение выдерживает. Рассмотреть, допустим, группу Zn, обычную. Тогда основной квандал над этой группой имеет даже собственное название, диэдральный квандал порядка n, и элементы его, собственно, целые числа от уляда n-1. Чтобы не путать их с умножением обычным, будем их H0, а n-1 записывать. И умножение тогда примет такой странный вид, как может показаться. И если рассмотреть такую группу, она уже не будет упорядоченной, и для нее известны результаты, то есть множество идемпатентов описаны только для колец над R2, R3 и R4. И все. Остальные неизвестно. Соответственно, интересно было бы посмотреть, что как минимум с этим квандалом происходит, вернее, для квантовых колец над этим квандалом. А вернее, сначала заметим, что отображение S с индексом X, которое действует просто как умножение на X справа, является автоморфизмом для любого квандала и для любого X. Такие автоморфизмы называются внутренними. Так вот, квандал будет называться связным, если группа внутренних автоморфизмов действует на нем транзитивно. В случае диэдрального кванда это будет означать, что он будет являться связным, только если N нечетная. Тогда и только тогда. Возвращаясь к предыдущему слайду, мы посмотрим, что для квандаовых колец над квандаами R2 и R4, которые не являются связными несчетного порядка, у нас присутствуют нетривиальные идемпатенты, в то время как R3, которые являются связанными, у него идемпатенты только тривиальные. Что уже несколько может навести нас на мысль, но мы это потом рассмотрим еще позже. А пока еще один результат. То, что если дан диэдральный квандал порядка N, и N каким-то образом совершенно любым разлагается в произведение двух натуральных чисел, тогда сам квандал распадается в произведение из P подквандалов, каждый из которых изоморфит RQ. И такое разложение единственное в том смысле, что если у нас есть какой-то подквандал, тогда он обязательно из какого-то подобного разбиения. И там порядок подквандал делят N. Что же нам это дает? Это дает, что все диэдральные квандалы четного порядка будут содержать подквандал изоморфный R2, который, как мы уже посмотрели, квандаловое кольцо над ним имеет нетривиальные идемпатенты. Соответственно, все квандаловые кольца над диэдральными квандалами четного порядка будут содержать нетривиальные идемпатенты. При этом все как раз только такие диэдральные квандалы и являются несвязанными. Что, естественно, может натолкнуть на мысль. Интересно было бы доказать результат, пока что у нас его нет, что только кольца над связанными квандалами будут содержать только тривиальные идемпатенты. Если квандал не связанный, тогда квандаловое кольцо над ним будет содержать нетривиальные. Интересно было бы такое доказать. Пока что все с этим совпадает. Ну и также было бы доказано, что при почти всех N квандаловое кольцо над диэдральным квандал будет содержать делители нуля. Ну, так как ZN ожидаемо было такое увидеть. И также в ходе доказательства было показано, какую именно структуру имеют эти квандалы. То есть, если посмотреть, она цикличная и довольно красивая. Так что из нее, на самом деле, скорее всего, можно будет получить разложение квандала диэдрального в прямое произведение его подквандалов. Как разложение числа в простые множители. Но пока не об этом. Сейчас несколько закончим квандалами и перейдем к группам кос. Вот так вот внезапно. Почему и как они связаны с квандалами, я тоже потом расскажу. Косы тоже такие объекты, которые довольно легко себе представить. Просто несколько нитей, которые как-то каким-то образом запутаны между собой. И почему же мы к ним вдруг вернулись? А вспоминая ту же самую теорию узлов и ее основной вопрос определения эквивалентности, можно посмотреть на рисунке справа, что если взять тот же знакомый нам уже трилистник и разрезать его каким-то образом, то и взять развернуть, тогда мы получим какую-то косу. Ну, две несколько запутанных между собой нитей. И верно, даже обратно, если взять какую-то косу, тогда ее концы можно склеить друг с другом соответствующие, и тогда мы получим какое-то зацепление. Собственно, теорема Александера, которую вы уже видите, утверждает нам, что вообще от любого зацепления мы можем перейти к косе, так как любое зацепление изотоп на замыкание некоторой косы. Ну, а то, что замыкая любую косу, мы получим зацепление, это довольно очевидный факт. И именно это и позволяет нам перейти и от изучения зацеплений. Вот другое направление, не кванлы, а можно рассмотреть группы кос. Если более строго, то группа кос называется группа с порождающими сигмаитами и двумя соотношениями. Что эти соотношения имеют общего с этим красивым рисунком, который мы видели, это то, что сигмаит, и это перекрестки, просто в которых обозначено какой-либо... Ну, мы считаем, что и т, они проходят сверху над и плюс первой. Вот, и тогда вот любой рисунок, мы можем сопоставить ему какое-то слово, просто разделив на слои. Тогда эти соотношения будут показывать, как мы можем вот этот рисунок косы, диаграмму ее изменять. Какое-то умное слово забыл. Ну и ладно. Также, как нам уже вводили определение группы плоских кос и группы виртуальных кос. В случае группы плоских кос к группе BN у нас добавляется одно соотношение. В случае виртуальных кос нам добавляется целое множество новых порождающих и соотношения на них связанные. Если посмотреть на диаграммах, тогда это будет означать, что в случае плоских кос мы перестаем различать, какая нить проходит сверху, а какая снизу в перекрестках. А в случае виртуальных кос мы добавляем перекрестки нового вида. Их будем называть виртуальными, как нам уже это рассказывали. И соотношение будет как раз на них. Если собрать все эти порождающие и все эти соотношения в кучу, как уже говорилось, то есть рассмотреть косы только с плоскими и виртуальными перекрестками, мы получим группу плоских виртуальных кос, которые имеют следующий целый набор соотношений. Если какой-то внимательный случай, возможно, уже заметил, что по сигма-итам и по ро-итам она является на самом деле группой подстановок, если рассмотреть их в отдельности. Эти соотношения, собственно, это и означает. И как раз вот последние два соотношения показывают, или даже последние, как они взаимодействуют между собой на диаграмме косы, плоской виртуальной. Однако вот мы же говорили все про узлы и зацепления обычные. Раз мы добавили плоские перекрестки и виртуальные, то это означает, что мы перешли уже к изучению плоских виртуальных узлов. Ну, на самом деле, правильнее было бы сказать, они, по-моему, в английской литературе называются плоскими узлами со спайками либо чем-то подобным, но мы их тут так будем называть. И, кстати, важно. И тогда, когда мы будем рассматривать замыкание плоской виртуальной косы, вот эти соотношения, которые у нас там были, ну, на руиты, которые только от руиты длинное соотношение, оно будет точно так же, как второе выглядит. Вот. Они нам будут задавать некоторые движения уже на диаграмме плоского виртуального зацепления. То есть можно проверить, что на самом деле, да, это примерно то же самое и есть в каком-то смысле. Именно поэтому довольно важный факт, то, что в группе плоских виртуальных кос не выполняется следующее соотношение. Его называют запрещенным. То есть на диаграмме уже плоского виртуального зацепления нам запрещается вот такое движение – проносить плоские перекрестки над виртуальным. В чем смысл? В том, что мы будем строить представление. Представление – это просто гомоморфизм. В одной группе – в какую-то другую. Как пример можно рассмотреть представление Артина, где группа классических кос отображается в группу автоморфизма в свободной группе на элементах. И такое представление является точным. То есть его ядро тривиальное. Поэтому нам всегда хотелось бы строить представления точные, так как все элементы, которые попадают в ядро, мы теряем информацию о них. Соответственно, чем меньше ядро, тем лучше. И можно рассмотреть также другое представление. Представление Бурао – это уже представление тех же самых классических кос, но матрицами над полиномами. Уже рассматривали этот модуль в докладе Максима. Оно представляется матрицами, каждый порождающий. Это соотношение порождает уже гомоморфизм целой группы. И представление Бурао уже не будет являться точным при n больше 4. На самом деле при n равным 4 еще ничего неизвестно, так что открытый вопрос, можно его тоже решать. Итак, на воркшопе летнем Международного математического центра мы занимались как раз построением представлений группы плоских виртуальных кос, и конкретно это представление, в том числе и Максимом Ивановым, было предложено. Было построено там, и начали его изучать. Оно действительно является отображением, конечно, такой результат можно записать. И в чем его интерес, изучать его, это то, что оно как раз не сохраняет запрещенное соотношение. Вопрос по построению представления группы плоских виртуальных код, с которой бы не сохранял это запрещенное соотношение, до сих пор стоял открытым. Ну вот, какое-то представление все-таки было построено. Насколько оно хорошее, насколько у него большое ядро, ну, при n, равном 2, только оно является точным, при всех больших оно уже не точно. В ядре есть элемент ru, t, i, sigma, i, плюс 1, все это в шестой степени. Можно посмотреть, насколько большое это ядро будет, то есть определим сначала пару отображений плоских виртуальных групп и плоских виртуальных кос в группу подстановок SN, следующим образом Psi1 и Psi2. И ядра этих отображений будут, соответственно, называться группой крашеных кос, и будем называть ее виртуальной группой Robenda. На самом деле, группа Robenda, она называется только для плоских кос подобных отображений, ну, вернее, для виртуальных кос только. Каких-то именных названий для FHN нету, ну, будем ее так называть. Вот. И за n обозначим также нормальное замыкание элементов из ядра, ну, и можно тогда ядро наше ограничить. Был доказан следующий результат, что она точно, ну, является нормальной подгруппой в пересечении группы плоских виртуальных кос и виртуальной группы Robenda. Ну, снизу, конечно же, нормальное замыкание можно ограничить. Также это представление оказалось достаточно хорошим в том смысле, что по нему можно было построить инвариант плоских виртуальных зацеплений. То есть, насколько это хороший инвариант? Ну, он выдает нам по каждой косе какую-то группу, вернее, и он затем может различать от замыкания этих кос. Как минимум, он различает бесконечное семейство вот зацеплений, которые на рисунке справа есть. Сравнивать группы на изоморфность, которые заданы порождающими соотношениями, тоже не очень плохо, не очень простой вопрос. Так что, наверное, не сильно на практике применимый инвариант. И на трех, по-моему. Ладно. На самом деле, было бы интересно рассказать, как он получается, так как раз здесь и замешаны и квандлы, и биквандлы, то есть некоторое обобщение квандлов, как он строится, собственно, с ними оказалось в терминах квандлов. Это представление оказалось хорошим в том, что оно может выполнять роль биквандлового мультипереключателя, о чем вы тоже можете отдельно почитать и ознакомиться. Ну, у меня времени сильно много, так что я благодарю вас за внимание и закончу, наверное, свой доклад. Спасибо. За интересный доклад. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Может быть, какие-то комментарии к докладу? Скажите, пожалуйста, я так понял, что инвариантами являются группы, да? Да, то есть там по косе строится группа, и различает оно именно замыкание этих поских виртуальных пос. А хоть что-то можно сказать про эти группы, про их структуру? Ну, хоть какие-то свойства? Что это за группы возникают? Что это за группы? Ну, эти группы будут задаваться порождающими и соотношениями. Нет, я имею в виду, что абелевые, неабелевые. Они могут быть и неабелевые, то есть там получались свободные, в свободном произведении с каким-то там ZN. То есть не всегда они хорошие. Спасибо. Ну, если других вопросов нет, тогда давайте поблагодарим докладчика. Спасибо.